Архангельское лето 12 лет исполнилось. С какими достижениями подошли к этим датам? Действительно, у нас 8 июня Северно-Арктический федеральный университет отметил свое пятилетие. Многие считают, что 5 лет это не такая большая дата, но я считаю, что университет состоялся. Он действительно готовит высококвалифицированные кадры для Арктического севера нашей страны. Причем наши выпускники работают не только в России, но и за рубежом. Поэтому я с удовольствием присоединяюсь к поздравлениям и хочу поздравить свой альмаматор с первым юбилеем. Наш институт был создан на базе Архангельского государственного технического университета. И в этом году мы отметили 2 июня 15 лет. Действительно, приказом номер 106 от 2 июня 2000 года за подписью тогда ректора АГТУ Олега Михайловича Соколова был создан институт нефти и газа. Хочу сказать, что первые попытки создания института предпринимались еще в 1984 году. Но тогда руководство Министерства образования и науки, тогда еще Союза Советских Социалистических Республик эту идею не поддержало. Я очень рад, что действительно в 2000 году был создан институт. И институт динамично развивается. У нас сейчас более 800 студентов. Причем, несмотря на то, что мы называемся институт нефти и газа, мы готовим кроме нефтегазовых специальностей горных инженеров, мы готовим геологов, мы готовим специалистов по диадезии и земельному кадастру, и мы готовим специалистов по стандартизации сертификации и метрологии метрологическим измерениям. А в нефтяном секторе какие специалисты? В нефтяном секторе мы готовим специалистов в области нефтегазового дела. Это направление, которое делится на несколько профилей. Профили включают в себя бурение нефтяных и газовых скважин. У нас есть профиль разработки нефтяных и газовых месторождений. У нас есть профиль разработки арктических нефтяных месторождений, морских. И у нас есть профиль транспорта и хранения нефти и газа. И кроме этого, есть направление, которое готовит инженеров-механиков по обслуживанию нефтегазового оборудования. 15 лет назад, на ваш взгляд, чем было обусловлено появление института? Почему удалось тогда факультет? Это было еще, насколько я помню, факультет АГТУ. На самом деле, открытие подготовки по нефтегазовым специальностям началось еще в 1997 году. И изначально была создана кафедра разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. И эта кафедра была на факультете природных ресурсов. Лесоинженерный. И сейчас кафедра геодезии земельного кадастра, которую возглавляет Владимир Викторович Рыщиков, тогда он был как раз деканом факультета природных ресурсов. В дальнейшем появлялись кафедры транспорта и хранения нефти и газа, разработки и эксплуатации, машинное оборудование. И в 2000 году Олег Михайлович Соколов принял решение о создании института на базе технического университета. То есть это был такой, скажем так, уже конгломерат всех усилий? Ну это было вообще такое действительно кардинальное решение. Почему? Потому что несмотря на то, что мы уже 15 лет существуем, но проблема заключается в том, что в Архангельской области нефти и газа нет. Поэтому фактически мы готовим специалистов для всей страны. Очень много наших выпускников работает на месторождениях Тимана Печорской провинции. Это Республика Коми, Ненецкий автономный округ. Ну а если так взять, то наши выпускники работают по всему миру. Это Сахалин, это Саудовская Аравия, это Венесуэла. Поэтому в нефтесервисных компаниях много выпускников работает. Сразу хочу сказать, что у нас практически стопроцентное трудоустройство наших выпускников. Потому что мы их выпускаем не так много, у нас выпуск где-то порядка 100 человек в год. Я имею ввиду нефтегазовое направление, но практически все они трудоустраиваются. Вполне логично спросить, какова роль нефтяных компаний, предприятий региона в развитии и в становлении института? Да, действительно, мы очень активно работаем с нашими работодателями. Это и представители наших крупных компаний, таких как Лукоил, таких как Роснефть, Газпром. Но у нас есть и зарубежные партнеры. Это в первую очередь такие компании, как Тоталь, это компания Шлюмбурже, это компания Статойл норвежская. И честно скажу, что нефтяные компании проявляют действительно большой интерес к нашему институту. Причем интерес заключается, он как бы обоюдный. То есть они нам выделяют деньги на покупку оборудования, на ремонт и аудиторий. Они участвуют достаточно интенсивно в отборе наших студентов, причем начинают курировать студентов со второго курса. И в принципе, если студент хочет, то он может устроиться в любую компанию на выбор. Самое интересное, что к нам приезжают представители из Западной Сибири, несмотря на то, что там есть крупный вуз, допустим, Тюменский. Вот я приведу пример Роснефть, Пурнефтегаз. Это крупная компания, дочка Роснефти, которая занимается разработкой месторождений, в первую очередь, в Немал-Ненецком округе. Они к нам каждый год приезжают, отбирают наших студентов, студенты ездят туда на практику, отремонтировали нам аудиторию, купили компьютерную технику. То есть у нас очень тесная связь с работодателями. То есть даже можно сказать, что это партнерские уже отношения? Конечно. У нас со всеми компаниями заключены соглашения о сотрудничестве, в рамках которых мы осуществляем наше взаимодействие. Я хочу отметить наши две компании, которые, даже не две, а три, это Роснефть, Архангельск, нефтепродукт. И выпускники профиля транспорта, хранения нефти и газа трудоустраиваются в эту компанию. И у нас есть две крупных алмазодобывающих компании. Это Аргел Добыча, дочка Лукоэла и Север Алмаз. И главное, что у нас есть месторождения. У нас есть два месторождения, и наши выпускники работают на этих месторождениях. И некоторые уже дошли там до руководящих органов. Я был в ваших лабораториях и знаю, что институт оснащен, ну, если я думаю, не ошибусь, если скажу, самым современным оборудованием. Вот моя дилетантская точка зрения, она не ошибочна? Нет, не ошибочна. Действительно, нам не стыдно показывать наши лаборатории, причем представителям нефтяных компаний, которые понимают в этом, представителям зарубежных нефтяных компаний. И вообще, если взять сумму, которая была потрачена на все лаборатории института нефти и газа, то это более 400 миллионов рублей. Это за какой срок? Это за срок 5 лет последний, когда у нас создался федеральный университет. И здесь я хочу выразить слова благодарности тогдашнему ректору Елене Владимировне Кудряшовой, которая действительно уделяла самое пристальное внимание развитию института нефти и газа. Более того, я хочу взять на себя смелость сказать, что во многом, ну, не во всем, но во многом, благодаря наличию в АГТУ института нефти и газа у нас был создан федеральный университет. Потому что, в первую очередь, освоение Арктики — это освоение природных ресурсов. А природные ресурсы — это нефть, газ, они там гигантские. Поэтому, я думаю, что здесь определенная заслуга института нефти и газа есть. Но вот если снова вернуться к тематике 15-летия института, я знаю, что была серьезная конференция. Кто приезжал в Архангельск и о чем вы говорили? Да, мы провели конференцию, посвященную проблемам освоения нефтяных и газовых арктических месторождений. У нас были представители наших партнеров, в первую очередь, это нефтяные компании, такие как «Полярное сияние». Они осуществляют разработку месторождения Арделинского в Ненинском автономном округе. У нас приезжали партнеры из компании «Тоталь», разведка-разработка России. Была компания «Шлюмбурже», были представители «Аргеллдобыч» и «Севера Алмаза». Кроме этого, приезжали ученые из таких ведущих вузов, как Российский институт нефти и газа имени Губкина, это ведущий вуз, это Санкт-Петербургский горный университет, очень мощный университет, действительно. Это Уфимский, Тюменский университет. Мы пригласили представителей практически всех вузов, их в стране 12, которые готовят специалистов по нефтегазовой отрасли. Вот 12 вузов, вы сказали, в стране. Насколько серьезна конкуренция, если говорить о качестве образования? Ну, конкуренция действительно есть, мы ее не боимся. И конкуренция у нас осуществляется не только в области подготовки кадров, мы осуществляем конкуренцию, ведь мы выполняем достаточно большой объем хоздоговорных работ и научно-исследовательских. И там мы конкурируем не только с вузами, которые есть в нашей стране, но и с представителями научно-исследовательских институтов, которые зачастую являются дочерними структурами нефтяных компаний. Мы активно участвуем в тендерах и сразу скажу, что часто выигрываем. А что по силам сделать сегодня институту? То есть, какие тендеры, какие работы вы берете на себя? Мы берем работы, в первую очередь, это по исследованию нефти на химический состав. Мы создали очень мощную лабораторию, и я думаю, что к сентябрю мы их откроем. Они у нас уже существуют, смонтировано оборудование, осталось подвезти в воду. Это лаборатория по исследованию Керна. Очень мощная, я считаю, что, наверное, даже будет лучшая в стране лаборатория. И мы готовы выполнять работы по исследованию Керна, и уже их делаем в первую очередь в Ненецком округе. Наши специалисты выезжают туда, забирают, делают на уровне мировых стандартов. То есть, аналогов этой лаборатории в стране не будет? Ну, как сказать, у нас будет самое новейшее, самое современное, самое лучшее оборудование в стране. Вопрос трудоустройства выпускников, я так понял, не стоит, поскольку вы сказали, что все 100% у ребят с дипломами уходят на работу. Действительно, да, потому что нефтяные компании сами проявляют интерес, и нам не приходится за ними бегать. То есть, начинается отбор студентов со второго курса, причем все студенты у нас в обязательном порядке с очень большим желанием проходят практику на месторождениях, на действующих. Каждый студент у нас получает в нашем учебно-техническом центре одну, две, три, а кто-то и четыре рабочих профессии, причем они за это платят деньги. Но поездка на практику, ну, студенты у нас зарабатывают некоторые по 70, по 80 тысяч за месяц, находясь на практике, поэтому все это окупается. И они иногда даже просят, чтобы их вторично отправили на практику, приходится говорить, что... По учебному плану не положено, так что вы можете в каникулы ехать и проходить. И мы действительно, я считаю, что классного специалиста в нефтегазовой отрасли можно подготовить только, когда он осуществляет практическую деятельность. Хочу поинтересоваться перспективами развития. Какие конкретные шаги? Я так понимаю, что новая лаборатория будет открыта в сентябре, что дальше? Ну, в этом году мы открыли набор в магистратуру, наконец-то нам это удалось, это по освоению арктических нефтегазовых месторождений. Пользуясь случаем, хочу пригласить потенциальных наших магистрантов, будущих магистрантов, которые... Действительно, я принимал сам активное участие в разработке учебного плана, мне он очень нравится. Так что ждем. Кроме этого, в начале этого года был утвержден стандарт вновь по подготовке инженеров в области нефтегазового дела, поэтому в течение года мы будем оформлять большой пакет документов по лицензированию. Дальше посмотрим, кого мы будем готовить, бакалавров, магистров или инженеров. Ну, такие услуги мы должны предоставлять. Ну и у нас очень большая работа ведется в области совершенствования наших лабораторий, нашего центра арктических нефтегазовых исследований. И очень большая работа сейчас ведется в области маркетинга наших услуг. То есть нефтяные компании достаточно консервативные структуры, и для того, чтобы до них достучаться, надо их показывать. Мы активно принимаем участие во всевозможных выставках, конференциях. И вот эти усилия, они начинают давать свои плоды. Сейчас наш центр зарабатывает порядка 20 миллионов в год за счет проведения научно-исследовательских и хоздоговорных работ. Но в планах мы хотим довести эту деятельность до 100-150 миллионов в год. А студенты в этой работе как-то задействованы? Безусловно. В чем уникальность этого центра? То, что там есть сотрудники действующие, которые выполняют действительно хоздоговорные научно-исследовательские работы. То есть мы не занимаемся какими-то абстрактными вещами, мы работаем по заказам нефтяных компаний. Все студенты у нас проходят лабораторные работы на базе этого центра. На базе этого центра у нас осуществляется практика у студентов второго курса. Ну и самых хороших студентов мы оставляем на работу у себя. То есть можно сказать, что нефтегаз «Софу» стал серьезным игроком на рынке не только образовательных услуг? Конечно, конечно. И самое интересное, что у нас очень тесные связи с РГУ имени Губкина. И те работы, которые мы не можем выполнить, ну например, часть работ, мы договариваемся с ними, берем их на суп подряд. То есть часть работ мы выполняем, часть работ они выполняют. Более того, я хочу сказать, что у нас кафедру бурения, скважин и разработки нефтяных и газовых месторождений возглавил профессор РГУ имени Губкина Анатолий Борисович Золотухин. Это известный человек в области нефтегазового отдела. Это профессор не только... Он почетный доктор Софу. Он профессор нашего университета. Он профессор университета РГУ имени Губкина. Он профессор университета Техаса. Он профессор университета Ставангера. То есть он читает... То есть он мобильный такой человек. Мобильный, да. Он иногда шутит, что я жил в самолете. Он читает лекции и ездит по всему миру. Его в Китай приглашают, в Венесуэлу, в Норвегию у него студенты, магистры. Он у нас ведет аспирантов. Я считаю, что это действительно был такой правильный шаг. Здесь можно сказать большое спасибо Ильине Владимировне Кудряшовой, которое удалось его уговорить. Потому что человек очень востребованный. И сначала никак не хотел переходить на работу к нам, но сейчас он не жалеет. А вообще за 15 лет профессорский и преподавательский состав уже сложился. Школа нефтегаза уже есть? Да. Дело в том, что ведущие профессора и доценты нашего института – это выходцы все с производства. То есть это аргиол добыча, это полярное сияние, это лукоил, это Роснефть. Поэтому костяк у нас сложился. Но я хочу сказать, что сейчас у нас 10 аспирантов обучаются. Я надеюсь, что после защиты диссертаций они будут преподавать в нашем институте. Сейчас они занимаются в основном работой в центрах. То есть осуществляют и научные исследования, и хоздоговорную работу. Это у нас очень хорошо совмещается. Но мы действительно озадачены подготовкой молодых кадров. Почему? Потому что зарплаты высокие в нефтегазовой отрасли, и уговорить молодого человека, чтобы он шел преподавать в университет, это не всегда просто. Поэтому им надо давать возможность зарабатывать, чем мы и пытаемся заниматься. Насколько вы интересны абитуриентам? То есть, вы так понимаете, самые высокие зарплаты, и все-таки в нефтянке они влекут молодежь к вам? Конечно. У нас никогда не было проблем с набором. Кроме этого, компания Роснефть реализует у нас в городе такой проект, как Роснефть-класс, где мы занимаемся профориентационной работой ребятишек, которые учатся еще в школе. Ну и самое-то главное, что наши выпускники, которые работают на нефтяных месторождениях, очень тепло отзываются о своей альбоматор, это тоже служит определенной рекламой. Поэтому мы никогда не испытывали, не испытываем и не будем испытывать проблем с набором на наши направления и специальности. Сложно к вам поступить с точки зрения проходного балла? Ну, на самом деле, поступить, ну да, надо иметь определенный балл. В этом году какой он будет, я сказать не могу, потому что у нас приемная компания стартует 19 июня. Ну и экзамены еще идут. Вот, да, ну ЕГЭ закончился, поэтому я думаю, что, да, к нам сейчас очень большой интерес проявляют иностранные студенты. И за последние годы очень большой объем студентов приходит со стран СНГ, бывшего СССР. То есть это Узбекистан, это Казахстан, это Таджикистан. Ну и кроме этого, традиционно у нас учатся студенты из Нигерии, студенты из Алжира, студенты из Китая, из Венесуэлы. И если вы видите в городе Архангельске темнокожего молодого человека... Это не обязательно СГМУ теперь, да? Да, то с вероятностью 50% это наш студент. Вот как раз компания по зачислению стартует. Где можно ребятам узнать информацию о вас, телефоны, сайты? Ну, информация есть на сайте www.narfu.ru в разделе абитуриенту. Ну, а так мы всех приглашаем в приемную комиссию, которая расположена в третьем корпусе, который находится за главным корпусом Северного Арктического Федерального Университета. Спасибо большое, что пришли к нам на программу и вас со всеми юбилеями. И только вперед и только в старте. Спасибо, спасибо. Директор Института нефти и газа Сафу Илья Иванкин был сегодня в центре внимания. На этом программа подошла к концу. Всего доброго и до встречи в эфире.